На кухне такой аромат стоит, что бедная Дуся там уже истекает слюной. Всем привет! Вы у меня на кухне, как всегда. Редко бывает такое, что я ухожу со своей кухни. Я знаю, что вы любите, когда я именно здесь. У меня кухня очень маленькая, но тем не менее, зато все, как говорили в советские времена, удобно, что можно везде дотянуться рукой. Сегодня я хочу сделать еще один ресторанный рецептик, который наверняка вы встречали. Он очень популярен был в 10-м, сейчас 2018-й. Вот эти годы он перетекает из одной формы в другую, но суть остается сутью. Это баклажаны. Я не помню, кто тогда мне дал эту идею, где я увидел. Скорее всего, наверное, это был Серега Сущенко, бренд-шеф Чихан номер один. Мой давний старинный друг, очень-очень крутой повар. У них там очень активно продается это блюдо. Не только у них. Я встречал это блюдо во многих ресторанах по России. И хочу сказать, что оно такое недорогое по себестоимости. И в тот же момент очень вкусное. Конечно, когда у вас есть в ресторане гриль, а если еще и мангал есть, это вообще бомба. Значит, тогда вы царь и бог. Если дома вы не имеете мангала, но вы можете это сделать на даче, кстати. А в квартире, вот как я, например, у меня есть сковорода-гриль, но я предпочитаю духовку. В конце вы поймете почему. Значит, перед тем, как отправлять баклажан в духовку, его следует почистить от кожуры. Ну вот, знаете, вы можете не заморачиваться, но я вот заморочился и решил, что все-таки мне приятнее есть без кожуры. Можно, конечно, с кожуры счистить ложечкой мякоть, которая прекрасно снимается. А можно просто почистить его от кожуры, и тогда у вас финальный вид блюда будет совершенно иной. Я почистил баклажан от кожуры. Когда баклажан почищен, нужно разрезать его вдоль вместе с плодоножкой. Ну, во-первых, так красивее. Так, черные точечки здесь у меня есть. Вообще, конечно, сверху не видно, что они там где-то есть. Но, вы знаете, это не страшно. Это не страшно. Я иногда допускаю такие вещи дома. Это же не гнилое, это просто там, значит, если он приготовится, и вы вдруг поймете, что вам это совсем не нравится, значит, можете ложечкой потом выскрести. Потому что пока баклажан сырой, он как губка, плотный. Сейчас вот ножом это выковыривать, делать дырки не очень эстетично и красиво. Это можно сделать потом, перед подачей. Смотрите, я делаю надрезы накрест. Вы можете запекать просто баклажаны, знаете, в кожуре, вот таким же образом. Регулируйте глубину ножа так, чтобы, ну, вот вы должны ощущать там. Здесь не очень глубоко, иначе проткнете, а там в серединке поглубже. Ничего не проткнул. Здесь у меня насечка. То же самое делаю со всем остальным. Значит, на даче, на мангале баклажан следует обжечь целиком. Положить его в теплое место, чтобы он дошел. Потом остудить. Аккуратно снять шкурку, чтобы баклажан остался целым. И оставить его на сито. Нужно положить, сделать несколько дырочек сквозных, для того, чтобы вода лишняя стекла с него. И он тогда уже будет готов. То же самое мы делаем здесь. Только, помимо, значит, того, что я его очистил и нарезал, мне здесь понадобится еще масло. То есть мы должны его слегка пропитать, да, чтобы масло ушло внутрь. С помощью масла баклажан будет готовиться быстрее. Оно является проводником тепла. Не лейте много, иначе у вас он будет фритюрный. Ну, вернее, знаете, как не очень вкусно, когда много масла течет из еды. Баклажан же как губка, все впитывает. Сюда добавляем небольшое количество соли, небольшое. И один зубчик чеснока нужно раздавить, вытрясти оттуда душу. Вы знаете, я вот просто несколько кусочков бросаю на сам баклажан, для того, чтобы аромат был легкий. Все, то же самое делаю со вторым баклажаном. Баклажаны в духовку, градусов на 200-220. Если у вас новая духовка, ставьте вниз. У меня духовка так себе, я поэтому на 230 ставлю на максималку. Минут на 25-30. Почему не конкретное время? Да потому что вы должны следить. Если у вас горит, значит уменьшите температуру. Если температуры не хватает, если у вас он сохнет, то нужно увеличить температуру. Значит, ну по каким-то параметрам вы должны сами ориентироваться. Я ведь не могу вам дать, как бы, установку, жарить вот столько килограммов такой толщины, вот столько времени. Нет, мы же все это делаем по наитию, по своему опыту. Так и вы должны делать. Да, прошло чуть больше 30 минут, где-то 35 что ли. Ну, мы ножичком потыкали, потыкали, например, и поглядели, да, что получилось. Если испекся уже баклажанчик, то и прекрасно, можно и вынимать его. Если еще сыроватый, то пусть останется, полежит. Значит, чесночок, который здесь у нас подсох, отдал свой аромат и даже, можно сказать, подгорел, он невкусный, его нужно убирать. Во-первых, баклажан очень красиво выглядит, надсеченный, да, он весь раскрывается. Давайте можем взять, например, какой-нибудь, какой бы такой взять самый красивый. Вот этот. Вот, видите? То есть, получается, что он весь съедобный, полностью весь съедобный. Вот сюда нужно положить баклажанчик на тарелку, да, это индивидуальная подача. Такую закуску можно сделать даже на новогодний стол. Ну, только выложить какое-нибудь длинное блюдо. Вот так вот, параллельно друг дружке, хвостиками, то в одну, то в другую, то в одну, то в другую. Выкладываем. А дальше смотрите, что происходит. Значит, томат. Томат на терочке, да, как я люблю. Обязательно, чтобы он был такими кусками, так вкуснее получается. Если, например, зима, и нету хороших узбекских сладких томатов, как летом, или волгоградских, или ставропольских, или краснодарских, в зависимости от того, кто ценит какие томаты больше. То даже пластиковые можно натереть на терочке и использовать, да, они станут так вкуснее. Почему? Потому что мы туда добавим и маслица, и маслица, и все на свете. С солью очень аккуратно, потому что мы уже баклажан слегка посолили. Значит, немножко соли добавляем вот сюда. Обязательно вкусное extra virgin оливковое масло. Обязательно сюда нужно добавить каперсы. Много они следует добавлять. Ну, вот смотрите, чайная ложка с горкой. Этого будет достаточно. Пусть будут вкрапления, как маленькие вкусовые взрывы. Черный перец. Значит, лук и кинза. Зелень может быть любая. Но свежей зелени определенно не хватает всегда вот таким вот запеченным овощам. Если вы делаете, как я вам говорил, на углях, а потом снимаете шкуру, конечно, там будет аромат дымка и всего прочего. Если вы делаете дома, но купите себе копченую паприку, можете добавлять в соус еще куда-нибудь. Это тоже будет вам придавать аромат дымка. Теперь все, что у нас в чашечке, это томат и оливковое масло, соль. Все нужно перемешать для остроты. Или чили, или я добавляю всегда табаско немножко. Все нужно перемешать, попробовать на вкус. Должно быть вкусно. Что теперь делаю? Каперсы вылавливаем, выкладываем вот сюда. Каперсы и томат закрывают полностью баклажан. За то время, пока вы выкладываете, пока несете, или пока стоит, да, все пропитывается. Ничего страшного, если все это вытекает за границы тарелки, потому что кусок вы будете отрезать. И ничего страшного, если вдруг соус будет снизу. Так будет гораздо аппетитнее. Видите, все довольно просто. Кинза, зеленый лук. Не забывайте, что зелень полезна настолько, что можно ее не жалеть. Прям это блюдо, которое требует много зелени. Много томата, много зелени. Теперь брынза. Все, что касается вот таких вот мягких рассольных сыров. Нужно брать кусочек, разламывать его и выкладывать на баклажан. Все очень просто. Фета продается практически везде. Бренды разные ее производят. Вот это у меня конкретно сербская брынза. Главное, что сыр соленый. Помните, я вам говорил, с солью аккуратнее. А то ведь можно переборщить. Здесь главное, что вы понимаете, вот эта вот вся кислота, аромат, зелень, соленый сыр. Все это должно создавать вкус. Вот так выглядит блюдо, которое подают в ресторане. Ресторанная подача. Техника вся ресторанная. Но я говорю, что немножко отличается, если вдруг есть угольный гриль или контактный гриль. Но, в общем, идея вам должна быть ясна. Как узнать, вкусное оно или нет? Да, надо попробовать. Значит, для того, чтобы попробовать, нужно резать всегда с середины. Смотрите, во-первых, он мягенький, да? Значит, баклажан приготовился. Сочный, все сочится, сок от томатов, от баклажана. Сначала пробуем без феты. Без феты чуть-чуть не хватает... А брынза здесь, да? Без брынзы немного не хватает соли. А когда пробуете все вместе, кажется, три ингредиента, а такой простейший и интересный вкус. Ну, баклажанов в России много, люди их любят. Классно. Рецепт простой, недорогой. Подойдет к любому столу. Может быть, использован как гарнир к мясу. Может быть, может подаваться с куском индейки, да? Может, половинка цыпленка, запеченной на гриле, тоже сюда идти. Если пришли вегетарианцы, пожалуйста. Ничего лишнего здесь нету, можно есть так. И самое главное, что это самый, что ни на есть зожный рецепт. Конечно, сейчас это слово говорить модно, но опасно, потому что потом ролики нифига не смотрят. С другой стороны, короче, это классное, реально вкусное блюдо. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, делайте репосты, ставьте лайки, пишите комменты. В общем, что захотите, то и делайте. До новых встреч, следите за мной. Я вам еще массу новых рецептов сниму и расскажу, как их готовить. Субтитры сделал DimaTorzok